Друзья, всем привет! С вами Сновайз. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале мы посмотрим на недорогой ноутбук от российской компании, от российского производителя под названием Osio. У меня бюджетная версия, бюджетный ноутбук, который выпускается в линейке Baseline. В этом обзоре не будет каких-то патриотических заявлений и лозунгов, но тем не менее скажу честно, мне действительно приятно, что у нас в продаже наконец-то появились ноутбуки и компьютеры от российского производителя. Понятное дело, что компонентная база здесь у нас родом из Китая, но от этого, как говорится, никуда не денешься. Но, надеюсь, придет то самое долгожданное время, когда ноутбуки, компьютеры и различная электроника от и до будет собираться на наших отечественных компонентах. Но сегодня не об этом. Ноутбук Osio Baseline. Когда вы вскроете коробку, здесь вы найдете сам ноутбук. Здесь будет у нас руководство пользователя и гарантийный талон. Ну и, естественно, блок питания, который очень и очень компактный и напоминает зарядку от какого-нибудь современного смартфона. Единственное, на что хотелось бы посетовать, это то, что это блок со штырьковой зарядкой. Было бы, конечно, здорово иметь в комплекте зарядку формата USB-C. Тем не менее, у ноутбука имеется порт USB-C, который поддерживает зарядку. Так что при желании вы сможете докупить отдельный адаптер с USB-шнуром, либо же использовать, который у вас имеется в комплекте. Необходимая мощность адаптера составляет 36 Вт, что довольно-таки немного, и многие современные смартфоны имеют зарядные блоки значительно мощнее. Ноутбук полностью выполнен из пластика. Это матовый пластик. У меня ноутбук черного цвета. Есть еще несколько цветовых вариаций. Мне понравилась синяя, которая также имеется в продаже. Это полноценный ноутбук на 15,6 дюйма. Соответственно, у него большое количество различных портов. На левом торце у нас имеется разъем для подключения зарядника, комплектного зарядника штырькового. Полноценный USB-3. Также у нас имеется разъем Type-C, который поддерживает подключение зарядного устройства. Вывод картиночки, то есть он играет роль дисплей порта. Ну и также может быть использован для подключения периферии. Ну и также здесь имеется разъем для наушников. Это комбинированный разъем, то есть вы можете подключать гарнитуру. Ну а с правой стороны у нас целая россыпь различных портов, начиная с Kensington Lock. Также у нас имеется гигабитный Ethernet-порт. Приятно, что этот разъем есть в ноутбуке. Два USB-шника. Один 3.0, другой 2.0. Ну и еще один USB Type-C. В общем, здесь у нас огромная возможность для подключения различной периферии, и вы не будете чувствовать недостатка в портах. Несмотря на то, что это полноценный ноутбук с диагональю 15,6 дюйма, нельзя сказать, что он очень тяжелый. Весит он менее 2 килограмм. 1,76, если быть точным. Ну а экран, как я уже сказал, здесь у нас на 15,6 дюйма. Причем, это матовая матрица, что приятно. Но с завода здесь у нас наклеена специальная транспортировочная и защитная пленочка. Ну, при желании, вы даже какое-то время сможете использовать ноутбук вместе с ней. Имеется специальный переключатель для отключения веб-камеры. Это такая дань современности, дань моды. Так что, если вы боитесь, что за вами кто-то может подглядывать, такой переключатель имеется. Ну и клавиатура здесь полноценная, с цифровым блоком, но она такая мембранная. Ход у клавиш довольно короткий и мягкий. Но что поразило меня больше всего и действительно порадовало, это огромный тачпад, на котором действительно чуть ли не двумя руками одновременно вы можете выполнять различные действия. Он кликает довольно тихо и довольно приятно. В общем, не оставляет впечатление какого-то дешевого тачпада, который мы привыкли видеть на недорогих ноутбуках. Ну и так как это недорогой ноутбук, начинка здесь довольно скромная, но тем не менее неплохая. У нас установлен процессор Intel N100. Многие называют его заменой атомом, заменой селероном, но тем не менее, несмотря на свою скромность, это современный и довольно таки неплохой камушек с точки зрения производительности. Несмотря на скромный энергопакет, это довольно производительный четырехъядерный процессор. У него нет виртуальных ядер, то есть вы получаете только четыре физических, которые могут работать на скоростях до 3,4 ГГц. Ну а в простое могут упускаться вплоть до 800 МГц, что положительным образом сказывается на автономности. Производитель заявляет о шести часах работы. Надо сказать, что я получил даже немножко больше. Все будет зависеть от того, как вы используете ноутбук. Если вы просматриваете веб-страницы, смотрите YouTube, занимаетесь какими-то, скажем так, каждодневными делами, то сможете смело получить даже чуть больше, на средних показателях яркости. Ну а если вы активно нагружаете ноутбук, да еще и на высоких показателях яркости, то примерно 5-6 часов получить сможете. Несмотря на то, что Intel N100 это довольно скромный бюджетный процессор, производительность ноутбука неплохая. Она могла бы быть конечно и чуть выше, будь здесь 16 гигов оперативки в двухканальном режиме. Но здесь у нас установлено 8 гигов одной планочкой, соответственно ноутбук работает в одноканале. Ну а внутренний накопитель здесь стандарта NVMe на 256 гигов. Это такой необходимый минимум для всех ваших основных приложений, для какого-то количества музыки и фильмов, ну и возможно для пары-тройки казуальных игрушек. Если провести тестирование, то тот же CPU-Z показал нам 1297 баллов, что вполне себе сравнимо, допустим, с Intel Core i5 4430. Ну а допустим популярный бенчмарк Geekbench 6 версии показывает нам более 1000 баллов на одно ядро и 2389 на все физических 4. И это уже действительно неплохой показатель. И если мы посмотрим на сравнительную таблицу, то такое же количество баллов набирают у нас процессоры уровня Ryzen 7 Pro 2700U, Intel Core i5 6567U, ну либо же даже более современный Intel Core i3 1500 G1. В общем нельзя назвать этот процессор откровенно слабым. Ну а что касается графики, то здесь понятное дело ноутбуку особо похвастаться нечем. У нас имеется встройка Intel UHD Graphics, которая работает на частоте до 750 МГц. Ну и в том же тесте Geekbench 6 мы получаем примерно две с половиной тысячи баллов графической производительности, что сравнимо допустим с Nvidia GeForce GT 630 и 635. В общем нельзя назвать эту встройку сногсшибательной, но опять же она позволяет вам поиграть в какие-то игрушки казуальные современные, либо игрушки 5-6-7 летней давности на минимальных настройках. Несмотря на то, что этот ноутбук не позиционируется как какой-то игровой и скорее всего в первую очередь подойдет школьнику, либо же студенту для обучения, либо же как такой вот настольный компьютер для потребления мультимедийного контента и для редактирования текстов, тем не менее при желании вы сможете даже немножко поиграть. Я провел тестирование нескольких игрушек, как казуальных, так и довольно таки интенсивных, тот же Cuphead, либо же GTA 5 и в принципе вы получите довольно сносную производительность. В каких-то игрушках вам придется естественно выставить минимальные настройки графики и разрешение 720p, допустим в том же GTA, ну а какие-то более казуальные игры типа Cuphead, Frostpunk, либо же Terraria, вы сможете поиграть уже даже на 60 кадрах на средних настройках Full HD. Так что не все так однозначно и несмотря на бюджетную направленность, ноутбук позволяет вам довольно многое. В общем и целом это достойный ноутбук за относительно небольшие деньги, который вас совершенно не разорит, который однозначно подойдет для школьника, его будет не жалко таскать с собой, ну и большой яркий экран позволит комфортно редактировать документы, готовить презентации, доклады, ну а в свободное время смотреть YouTube, ну и даже немножко поиграть. Ну а если вы присматривали недорогой ноутбук для себя, для того, чтобы использовать его в качестве продвинутой печатной машинки, ну а опять же таки в свободное время слушать музыку и смотреть фильмы, это действительно неплохой вариант. Ну и в заключении этого обзора давайте посмотрим, пройдет ли ноутбук тест на макбук, когда мы одной рукой попытаемся открыть экран. Ну и как мы видим, без всяких проблем, экран открывается и закрывается, и что мне действительно понравилось, он открывается на 180 градусов, так что опять же таки это большой плюс для детей, они не смогут его сломать. В отличии, допустим, от ноутбуков, у которых фиксированный угол и случайно можно экран отогнуть чуть дальше и сломать, здесь же экран полностью опускается вниз и такой проблемы у вас не будет. На сим все, надеюсь данный обзор вам понравился, с вами был Айс, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем пока!